Видите, все эти вопросы, вот два вопроса, они одной и той же темы. Тема такая, я обладатель в этом мире, то есть я обладаю, мой муж, моя жена, мой ребенок. Вот мой ребенок, это что значит? Давайте возьмем, разберем, мой ребенок, что это значит? Это значит, что он будет со мной жить. Это значит, что он пойдет той дорогой, которой я хочу, я считаю, что он должен так развиваться. Это значит, что у него все будет хорошо. Мой ребенок, так? Он будет обязательно со мной жить, он пойдет правильным путем, у него все будет хорошо. Это так или нет? Значит, это не мой ребенок, это дал мне ребенок, чтобы я сдала экзамены с ним рядом. То есть я должна сделать так, чтобы у него была лучше жизнь, действовать в этом направлении. Я должна сделать так, чтобы он был здоровым. Я должна сделать так, чтобы у него все было в жизни хорошо и так далее. Но вот, понимаете, здесь интересное противоречие есть. Если это мой ребенок, и он начинает вести себя не так, как надо, что происходит со мной? Я начинаю беситься. Потому что я перестаю владеть ситуацией. То есть я вроде бы, это мой ребенок, я владею ситуацией, но это самообман. Ты не владеешь ситуацией. Да, это твой муж, но ты не владеешь ситуацией. Потому что он может с тобой сейчас жить, а потом может уйти от тебя в любой момент. Ты не можешь знать, что будет дальше. Твой ребенок, да, но ты не знаешь, будет он жить или не будет. Может он оставит тело. И люди начинают с ума сходить. Почему? Потому что они уже запланировали, что будет дальше. А дальше происходит не то, что они запланировали. Так вот, веды говорят, если вы не хотите мучиться в этом мире, надо просто сказать себе, я здесь не господин по отношению к этому ребенку, а слуга. То есть что значит мать в данном случае? Мать это та, которая заботится о ребенке, молится за него, пытается сделать, чтобы все было лучше у него в жизни. А если вдруг он пошел не той дорогой, то надо, значит, понять, что такое тоже бывает. И пытаться с этим как-то жить. Пытаться его повернуть аккуратненько, мягенько, той дорогой. Потому что если мы грубо начнем вмешиваться в его жизни, он тогда от этого еще больше пострадает. Муж уходит от меня. Так? Я была замужем и венчалась. Видите, это одна и та же идея. Я обладатель ситуации. Так или нет? Вы обладатель ситуации? Нет. Вам легче стало? Да. Знаете почему? Потому что вот здесь вот внутри, в сердце человека находится сверхдуша, представительство Бога. И Бог направляет нас по жизненному пути. И когда мы идем, поворачиваем свое лицо в правильном направлении, нам становится легче внутри. А когда мы свое лицо направляем в неправильном направлении, нам становится тяжелее. В чем ваша проблема заключается? В том, что вы пошли не той дорогой. Понимаете? Вы взяли на себя полномочия в жизни, которые вам не принадлежат. Отнеситесь со страхом к этой идее, что я контролирую, я хочу сохранить семью. Пытайтесь сохранить семью. Сражайтесь за это. Но по-разному можно к этому относиться. Как это смешное такое сравнение. Надо разобраться в человеке, он шпион или разведчик. Один и тот же человек может быть шпионом и разведчиком. Разведчик это означает, что он действует за нас, а шпион это значит, что он действует против нас. Станьте разведчиком. Не шпионом, а разведчиком. Понимаете? То есть вы делаете то же самое, но за Бога, а не против Бога. Понимаете? Дайте Богу разобраться как надо. Вы же не знаете, как надо в вашей жизни. Знаете, я вам сейчас одну вещь скажу интересную. Вот здесь в зале сидит много людей, которые сейчас думают. А если бы вот он от меня не ушел, и сейчас я не встретила бы этого человека, с которым сейчас живу. Моя жизнь была бы пустой, бесполезной. Слава Богу, что ушел. А никому об этом не скажут эти люди. Никому не скажут, но они так думают сидят. Слава Богу. Олег Геннадьевич. Если бы я встретил Олега Геннадьевича вот в это время и сохранила бы семью, я бы не знаю, как бы я жила. Вы поймите, что никто не в силах сохранить семью, когда она не должна быть сохранена. И если вы решили, а, Олег Геннадьевич сказал, значит, надо разрушать семью. Это тоже другой вариант уже, который приводится к страданию. Поэтому человек должен просто действовать в направлении, которое законы духовные нам дали. Какое направление оно вам дали? Всегда стараться сохранить семью. Вот это направление нам дал Бог. А какой будет результат, страшитесь даже думать об этом. Потому что эти мысли будут очень болезненны. Очень болезненны для вас. Вы повенчались, и хорошо. В следующий раз тоже повенчайтесь пробежать обязательно. Никогда не думайте, если вы честно жили, никогда не думайте, что вы виноваты в этом случае.